так продолжаем продолжаем значит мы сбежали из тюрьмы все мы сбежали из тюрьмы так сюда я сбегал я уже забыл да ну раз открыто да 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 все я уже забыл все полностью подзарядился ну прощаю в последний раз больше мы не увидимся больше сюда от локацию же не попаду все вот с этого момента как вас мы теперь против государства против правительства вы полетели до гонконг кстати полден брат наш остался живой мы еще с ним встретимся где-то там я не помню где а вот это ребята моя самая любимая зона вот это без преувеличения она короткая локация небольшая значит я нахожусь на крыше большого многоэтажного дома в гонконге в общем суть здесь такая здесь нас как бы заблокировали в вертолет чтобы отсюда вырваться короче мне нужно там подать какое-то питание открыть ракету и чтобы джок мой вертолетчик смог выстрелить из ракеты вот туда вот по той двери где написано локдау и мне будет открыт проход и там автоматически откроется крыша он сможет улететь ладно не столь важно моя любимая локация очень короткая камер ты по полное удовольствие сейчас покажу как ее надо проходить вот серьезно вот в ней в этой локации такой вот мастер-класс я вам сейчас покажу серьезно значит мысли вот там если спуститься вниз там есть солдаты majestic 12 их немного но все-таки здесь вот если подняться там тоже есть парочку солдат короче все последовать вот тут подвал правильно назвать туда подвал в принципе обожаю да 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 фонарик включен кстати что удобного тут электробот поэтому спокойно можно сжечь энергии что бесплатно под заряжаться сколько хочешь спустимся суда это ванная душевая отделение но сейчас нам туда не надо дальше вот сперва заходим в комнату пусть фонарик горит пусть нажигает обираем все что здесь только есть вот здесь вот значит где ракеты собой вот видите ракеты ну понятно так нарисовано не очень по графически я сперва еще не сразу это разглядел тем не менее вот это ракеты нужно открыть вот эту как вот это вот техническое отделение впоследствии отсюда как бы джок вертолетчик наш он возьмет ракету мы тоже родиться а вот вот сразу тут же отдача пожалуй наверно ну давай в дробовик хотя бы в так не давай в автомат потому что до ключ собственно ключ вот от этой двери открываем так пришлось бы взламывать ладно фонарик пусть горит глаз чего страшно идем дальше вот теперь самое любимое самое интересное здесь вот находится химикаты есть вариант вот можно активировать вот эту панель и пойдет газ этот газ зеленого цвета он заполонит вот через вентиляцию через вот эти как бы тоннели системы шахты и как бы частично возможно должен отравить тех солдат в комнате я пробовал ребят нихера это не помогает сейчас кстати мы можем не туда попасть по этим тоннелям если гулять мы можем напороться на робота нам это не надо прочесть тоннели очень разветвленные очень интересные очень всем рекомендую кто теус будет играть повнимательнее изучить эту локацию она небольшая но она очень интересная а вот собственно казарменное отделение подключаем фонарь и так чтобы и сейчас начнется самое от души вот он стелс вот в чем прелесть deus и как как чужой пробрался через даже не вентиляции я не знаю как назвать эти шахты но неважно эти проходы час солдат просто спокойно раз их там я скажу их 6 человек я сейчас стреляют сонными дротиками а можно в принципе например обычные поставить но обычные дротики убивают если только попасть в голову попробую а так ими стреляешь и вдруг как фигня точно в голову тихо такой сейчас как заметит по поводу надо прицелиться вот видите попал в это неинтересно нет я все-таки сонные дротики а световые дротики они вообще нафиг нужны и они конечно нужны в темноте ими гулять ну вот например продемонстрирую да чтоб тебя ведь не думаешь сон свой световые дротики вот куда в принципе они как-то я ими никогда особо не пользовался переключился на сонный снотворные ну куда разбежали айти тут упаковок а вот видите не попал на есть в меня задели вы видите капли крови здесь остались все таки я это у меня локация вот делся мне стоит на компьютере сейвы стоят вот я эту локацию просто по вечерам люблю перепроходить в удовольствие хотя наизусть на не знаю нравится мне очень попал сюда еще кто еще и попался из нас тоже мне летится шкафчик вот нам цель там лежит ключ в этом шкафу надо все последующий я уже сбился сколько человек я подключил можно вылезть у меня камеру увидеть вот но давайте работа ременба за брифинг вспомните брифинг на брифинге они им говорили как надо ловить дентами то ну если я правильно перевел черт считаем раз два три четыре а их шесть человек ладно можно уже спуститься и вручную с ними расправиться и лучше дробовик вот идет идет слышите шаги по лестнице тихо там но он 5 считаем раз два три 4 5 а их 6 кажется или 5 а 6 все все всех уложили теперь берем он этот дробовик тоже подобрал я обычно просто делаю так складываю сюда их всех быстренько это надо сделать то есть даже в видеоиграх какой-то гуманизм почему бы не проявить ну все равно какие-никакие тоже люди пути противники то есть грубо говоря похоронить хоть как-то по-человечески я понимаю смешно это видеоигра вы все равно но на то она игра ты в нее как бы иммерсивного погружаешься что у кстати делу сексе считается одной из лучших игр и мерсив сим карта мира все красные точки понятно которые захвачены ну юнатка ой ну или majestic 12 скорее этой организации политика вот мы находимся на крыше жутко там внизу темно кстати в конце этой локации я вам прикол покажу один как можно выйти за границу короче могу словами объяснить матрица общем вы что-то мы почитали отшифровали значит так ну хватит камера запарила вот шкафчик открыто вот какие-то закрыты сейчас я не буду этого взвозиться вот шкафчики всех желательно открыть посмотреть что там есть достать правильно-правильно а главное шкафчики нужны можно было отсюда пролезть вот эти шкафчики вот этот открыт этот на замке значит надо тратить отмечку да и здесь отмечку да и здесь отмечка вот видите сколько надо тратить поэтому показывать такой простой путь благо здесь для этого есть существительство средства значит так смотрите берем то что что на время во время поставляю вот оружие автомат и винтовку освобождаю место сейчас поймете за почему поднимаемся сюда в эту комнату пока не могу попасть это самая нужная комната нужен на на ключ который лежит в шкафчике эта дверь спокойно открывается кстати вот здесь есть тоже тайный лаз если через него пролезть можно пролезть закрытую комнату с роботом роботы которые впоследствии выйдут сюда на аренду вот эти кнопки между прочим открывают потолок вот этого ангара это тоже вот это трогать никуда они сами по себе потом откроются вот я говорю почему у ребят прокачивать компьютер желательно это очень выручает если вы где видите в Deus Exi панели все вы хозяин ситуации противники что я сделал я переключил пулемет слышите тревожная музыка заиграл это там наверху сейчас турель расстреливает двоих солдат у одного из них ракетница наверху сейчас поймете не грех перезарядиться что очень удобно вот это комфортнейшая зона комфортнейшим все бы были бы такие вот как красивые звездные лубы камеру я отключил стоит пугаться вот турель которую я перенаправил все вот два солдата автомат не надо я попросил автомат сейчас вот я взял у него ракетницу ящики здесь будет смеяться что национальные китайские мячи и мячик в баскетбол поиграть я все равно не попаду вино ну собственно все здесь больше ничего не надо я поднялся ради ракетницы в любом случае в любом случае вот эти шлюзы они откроются в конце когда я миссию выполнил так я отвлекся поэтому солдат все равно так и так надо было устранять теперь блин я отвлекся берем отсюда же очень удобно спускаемся туда куда нам нужно а именно опять в отделении в казарме как все вот прям вот продуман камеру тоже я отключил видите как на нервы не действуют заходку берем и одним легким движением вот и все и не надо понимаете вы меня поле каждый шкафчик открывать какой-то открыт где-то отмычка раз и и готова сейчас подождем когда мусор вы сюда поведет что здесь полезно шоколадка ну допустим газ гранат неплохо аптечка ну все равно то же самое вот эти все шкафчики большая часть из них закрыты на перезвольте долго перезаряжать вот посерединке вот 3 3 шкафчик вот это самое главное вот это все ракетницы еще пригодится между прочим все а здесь немало чего деньги кстати посмотрим у меня 66 кредитов до 100 кредитов я взял до 76 все правильно 10 считается за 100 все я был на на ключ который нам нужен перцовка все нафиг роли перепут опять на на ключ я уже не смотрю от чего они неважно если на на ключ лежит его надо взять я перепутал не в этом а вот здесь это надо что все равно дождь вот отсюда мы спустились здесь вот снайперская винтовка лежит под кроватью чем классные локации отличная здесь можно править по тоннелям здесь удовольствием лазить дальше что делаем дальше думаем вот главы смотрите сейчас я зайду в то верхнее отделение активируя общего доступ джоку к этим ракетам он стрельнет ракеты и разобьет дверь и сможет отсюда улететь с этой площадке но вот видите вот нам вот естественно нужен еще как и подзарядки поэтому на шипон отъехал потому что удар джоука ракеты придется по вот этой двери и если робот будет стоять вот здесь он может тоже взорваться поэтому ждем когда он отъедет до быстрее отъезжать но все вот сейчас уже я думаю может поднимаемся вот на на ключ без них без ключа никак да типа все кстати странно здесь он как бы предлагает отключить роботов вот отключить объект 2 но они ни хера все равно они не отключаются выключить а вот так открыто все и вот эти две кнопки берем а ракетница нам сейчас очень даже пригодится осторожно потому что никак вот этих товарищей вот они раз и два с той стороны так очевидно у меня же этот господи обычно забываю f3 ай блять ай блять заболтался так во первых подлечиться это ученых 10 вот это великолепная вещь регенерации че не использую здесь батареи все бесконечно можно подзаряжаться вот f3 какая-никакая ну хотя бы баллистическая защита от устрела вот пусть постреляет ненужная в 3 ну стреляй давай ну-ка но все равно он наносит ущерб так f10 опять лечимся слава богу бот цел подзаряжаемся очень хорошо но ракетницу не выбрасывает вот эти отделения и к этим роботам можно пробраться в вот через эти тоннели в принципе вот можно было бы допустим подлезть через тоннель бросить сюда его бомбу кое у нас вроде есть ну допустим хорошо предположим хорошо можно было емб вот этой гранаты его отключить допустим но я вот такой вот пусть предлагаю с ракетницей и на этом ракетница не заканчивается еще пространство не освобожден вот надо взять ответил указать чтобы стреляем вот а вот теперь ракетница уже можно вполне вот бросить на видном месте забираем свое оружие раз два только вот и так а вот так вот они для ваших праздников у меня так удобно ходить не важно далее вот этот ток здесь можно быстро перепрыгнуть но есть шанс если по голове попадет ток то можно умереть а так он просто за день слегка покачать зачем рисковать зачем ставить тут несколько этих мульти инструментов у нас сколько 19 штук чуих экономии уберечь сколько здесь 6 ну пусть ну и черт с ними там впереди нас ждет гонконг ну собственно уже в гонконге просто на крыше небоскреба находимся там сейчас будут этих отмычек в этих мульти инструментов аптечек все этого навалом это надо здоровым этот ток проклят все я отключил теперь спокойно проходить может а то раньше перепрыгивал вечно и там риск не знаешь попадет ухте не попадет иногда просто пока что иногда прям по голове и все их смерть все здесь все обобрали да все здесь все обобрали в казарм все обобрали вот ну и собственно вот все вот теперь уже можно идти в сам гонконг это лифт но перед этим друзья я вам кое-что сейчас хочу показать показать кое-что веселые во первых и сохраняюсь вот знаете как так я сохранюсь новое сохранение вижу x красиво красота красота вот мы на крыше небоскреба значит так придется вот это взять и целую историю я так это раздражает отрыжка кому-то смыть что не знаю я не люблю такой юмор чё у нас сила f6 помню сколько этого хватит так сейчас засыримся теперь смотрите жуть конечно сейчас получится вы должно купить и получиться пробую власть ноги у нас хорошо прокачаны до ноги от даже очень не дурно 3d быть f7 осторожно да блять не получилось должно получиться а вот сюда нам на фонарик все сейчас ну что такое сейчас сейвится надо извиняюсь ребята это очень нужно показать обязательно выйти за пределы лакота да чтоб тебя ну блин есть смотрите жуть ай и не по себе аж фу ай под на камень выжить матрица вы поняли меня да я а а и и смотреть не могу фу зачем это сделать спать потом не буду спать как страшно ай блять ни один кошмар это ищет не сравнится фу шуть отвратительно не знаю кому то смешно мне совсем не смешно ужас как страшно черт поняли да и в игре есть такие моменты где за пределы вот можно выйти это сами понимаете этого психоделия какая-то ладно на этом все ладно пусть сегодня короткое будет прохождение дальше будет гонконг хотя чё я все на полчаса наиграл зачем давайте гонконг так как я ничего не забыл проверяем проверяем вроде все со мной все здесь я собрал правильно да все можно точно память дырявые да 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 все сейф ну все ну гонконг это конечно ребят это просто супер это роскошь и музыка и тут и интерьеры вот он добро пожаловать да 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 ооо не ну это отлично здесь очень комфортно здорово здесь просто когда только приходишь гулять офигительно но у меня свой план здесь вот полицейские кстати здесь оружие лучше не доставать вот здесь висят вот эти вот так скажем индикаторы это не знаю как возраст в общем следящее устройство почем куры курочка музыка музыка отлично музыка 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 Грабим, ну не грабим, просто снимаем папку, ну да, в принципе, 200, хорошо, кстати, здесь деньги еще как пригодятся, потому что здесь, здесь лавка, где можно докупать себе даже две лавки. Так, с ней болтать надо сейчас, ну давайте мы сейчас будем свидетелем, вот этот гангстер, один из кланов преступного пряда, они называются, в группировке, это мафия китайская, наезжает на хозяина ресторанчика, чтобы тот платил больше, а тот не хочет его. Ну, типично, как мафия любит обирать мелких предпринимателей под себя бизнес, а тот не хочет. И вот увидите, что будет, я не буду платить. Да-да-да, так он предлагает ничего. Ничего. С ним же поговорить вроде можно. Смотрите, видите, крысы появились. Это вот этот преступник, это им, то есть, а дядь ресторанчика отказался платить какую-то дарь, и они сюда крыс допустили. Сейчас он с полицейским будет договариваться, их подкупят. Да дай пройти, ты запарил. Ну иди с полицейским разговаривай. Замкнул. Да еще раз спаду. Ладно, с газетчицей поговорим, так во-первых надо будет. Ну, вот он, как-то карта Гонконга. Ну, не карта, а... Черт. С ней три часа болтать. Что вы думаете, путь с люминуса? Ну, она на стороне какой-то из группировок триад. Ну, это национальные, на самом деле, эти мафии. Это... Ну, китайская Коза Ностра, короче. Знала эту всем очень долгую, вот так, про Мэгги Чао всю информацию узнал. И, простите, это все читать, переводить я не могу. Это шрифт мелкий. И все, я получил нужную информацию о триадах, о Мэгги Чао, Мэгги Чао. Мы с ней сейчас встретимся. Это местная такая кинодива. Медийная популярная личность. Но она связана с нашими противниками. Вот. Она играет и на наших, и на ваших. Она как бы была вроде бы любовницей нашего брата Фола Дентона. Вроде бы как. Но выясняется, она работает на местную корпорацию Версалайф, с которой мы встретимся. Вот и пойдем в эту корпорацию. Вот. И, по сути, она работает на нашего главного противника. Это вот Маджестик 12 с этой организацией. То есть, это сама Боба Пейджа. Китайская Готарща. Кстати, если попробовать вскрыть магазин, то, допустим, сразу активируются роботы. Вообще оружие не надо доставать. Это храм. Недовольный. Нам, собственно, нужно вот сюда. А! Мальчишка тоже на триатра работает. Это все мафия. Вот он ему дает задание. А, он ему дал задание требовать дань вот этой газетчицы. Вот он сейчас пойдет в газетчице, с которой я только что разговаривал. Ну, продавщица газеты. Ну, будет что-то там. Ладно. Тра-ля-ля. Да. Короче, нам нужно попасть сюда, к Трейсеру Торге. Он нас не пускает. Он говорит, сделает для нас доброе дело. Какое доброе дело мы сделаем? Сейчас, ребята, закурю. Секундочку. Да, берет балл. В общем, сейчас я... В общем, сейчас я должен помочь короче каких-то доказательств привезти про Мэгги Чао. Плохо соображаю вот это все комментировать сюжет. Ладно, не обращайте внимания. Пока что просто гуляю. Сейчас в этой записи я особо ничего не буду так делать. Просто пошатаюсь. А в следующей записи уже буду последовательно выполнять эти квесты, задания. нет, не сюда. Здесь, кстати, это сейчас я более-менее ориентируюсь, а раньше, когда первый, ну, даже второй, третий раз проходил, такая путаница с этими тоннелями, переходами, ну, тут разбиты на несколько локаций. Вот можно так пройти, можно по-другому. Можно через... около ресторана и вход в Версалай. Вот, мальчишка по заданию того гангстера наезжал на тетку. Можно было быть свидетелем. Ну, она послала ее. А вот, вот, этот бандит подкупает полицейского, чтобы решить свою проблему с рестораном. Ну, в общем, коррупция. Да, тут как-то торгуется. Одна сотня, 65-65, что-то говорить. В общем, нет справедливости в этом мире, ясно. Так, по вымыслям еще раз, что-то поговорить. А, что вы знаете о триазе, да? Угу, угу, угу. Мэгги Чау. Ну-ка, в Мэгги Чау, да. Да, она знаменитая праля-лятина, актриса, корпорация Версалаев, что-то там завязан. Офис в Мэгггерсалаеве, да. Все, все, все узнали. Между прочим, можно помочь всех этих крыс нафиг передавить. Если они, кажется, здесь регенерируются. то есть, если их передавить, то они все равно появляются. Я сейчас не смогу. Но этим не буду заниматься. Вот уже сколько? Раз, два, три. А вот я их уже передавил. Сколько тут одна осталась. Да что такое? Тихо, вот сейчас быстро рассмотрим. Есть. По-моему, они опять появятся. Да и черт не не так. я ошибся. Это полицейский участок. Сюда нам надо будет зайти, потому что Мэггича, у которого сейчас пойдем в задание, который нам дал гангстер, она скажет какие-то там доказательства в полицейском участке. В общем, по-любому придется с ними конфликтовать и драться, к сожалению. Нарушать закон. Вон там полицейский. И на крыше полицейский. К сожалению, не к сожалению, но там можно хорошо обогатиться, потому что там в подвале у них неплохой небольшой арсенал. А здесь вот секретная комнатка есть. Две отмычки. Тут вот прикол какой. В этой комнате там лежит блокнот, где указан код. Вот этот вот код. А с другой стороны, а здесь в этом отделении находится кажется ключ к этой двери. Если я не ошибаюсь. То есть вот данный ключ подходит? А, нет, нет. А, нет. В этой комнате находится панель управления. Если ее там нажать кнопку, сама по себе дверь откроется и не надо тратить отмычки. Так вот что? Либо потратить отмычки, зайти и узнать код в участок, либо взломать охрану, ну, потратить два мультиинструмента, а потом открыть здесь дверь. Поняли? Наверное, я думаю, лучше две отмычки потратить. туда. Сейчас я позвоню. Сейчас у меня нет настроения махаться, драться. Я просто не давал проснулся. Я ту локацию на крыше с вертолетом любимую с удовольствием прошу, потому что она такая легкая и приятная. Наверное, сейчас я закончу на этом. Не знаю. Ну, что я просто так шатаюсь, ладно? Спустимся сюда. Ну, сейчас сюда рано идти. Здесь вот Lucky Money. Это не ресторан, это ночной клуб Кабак. Шикарный клуб. ну, там отдельно. Там русские моряки. Эй, Евгений. Верс, Евгений? Ох! Таноча Роуд. Это кошмар. Вот если здесь это, грубо скажем, центр города, Гонконга, да, ведь играет развлекательная музыка, музыкально сопровождается много лавок, магазинов, неоновой рекламе, то вот эта часть города Таноча Роуд. Вот здесь, вот здесь такой эмбель, вообще тишина. Да, вообще никакой музыки нет, да? Вот и здесь это запутаться в этих вот проходах этот, черт ногу сломит, друзья, это ужас. Тут столько, это потом я все обойду, и туда, и ой, и мрачно, а там водоканал, ой, блин, Гонконг, он большой, очень большой, ну, как бы достаточно, ну, даже больше, чем Нью-Йорк по... не сколько по размеру, а сколько по всяких комнат, всяких секретных этих... Не-не-не-не-не-не, у меня бабашка сейчас закружилась, сейчас... все, я, наверное, на этом закончу, давайте я остановлюсь в самом начале, фу! Я подойду к лифту, да, кстати, кстати, что тут надо на ключе? Кстати, забыл сказать, прикол такой, вот лифт, из которого мы вышли, сколько? Шесть мультиинструментов, зачем? Где-то, не помню где, кажется, да-да-да, то ли в полицейском участке, то ли вот в этой секретной комнатке находится блокнот, где указан код, код к этому лифту. Вот, если я возьму код, я могу опять активировать лифт, подняться на ту локацию вертолетную, а там лежит, что у нас? Ракетница. Взять ракетницу. Ну, просто это так, хотя она мне не нужна, но тем не менее, очень удобно. Ну, например, когда я устрою баталию с полицейскими, активируются два бота, раз, с той стороны, а против них, у ракетницы, самый раз, только мочить их, стрелять их, желательно, вот, садиться к крыши. Ясно, ладно, все, сохранюсь на этом все, все. Гонконг. Значит, X, хорошо, и писать. Ну, на сегодня, я, пожалуй, сегодня вот немножко на 40, две минуты я наиграл. Давайте, до следующей встречи, встретимся в Гонконге. Субтитры сделал DimaTorzok